МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Подчеркнусь, здесь заслуга не только ранних холодов, но и результат слаженной работы наших коммунальных служб. Есть там несколько отдельных адресов, где тепло не было запущено вовремя, произошел сбой с двумя частными котельными, и также у нас вышла из строя котельная в Дальпокорске. Но все проблемы в итоге были решены. Обращений жителей по поводу отопления стало значительно меньше, и решаются они быстрее, так как носят локальный характер. Для обработки сигналов от жителей создана единая диспетчерская служба. Просьба к жителям, если у вас где-то нет отопления, в первую очередь обращайтесь в свою управляющую компанию. Если управляющая компания не реагирует, либо не дает правильной информации, вы можете обратиться по один доступ, по ее диспетчерским номерам. Они круглосуточные, многоканальные, и вам обязательно будет дана информация о том, какое отопление и как вам подойдется. И если у вас отопления нет, тогда уже будут подключаться аварийные, когда теплосетисты, возобновления, теплосновления тех или иных объектов. На территории Одинцовского округа 2122 трансформаторных подстанций и 9000 километров сетей. За 2020-2021 годы было зафиксировано 465 технологических отключений, связанных с прекращением электроснабжения. Основные причины – повреждение кабельных и воздушных линий, выход из строя коммутационного оборудования. Для содержания 433 дворов, 785 детских площадок и почти полутора тысяч тротуаров Одинцовского округа будут задействованы более 1300 дворников и уборщиков территорий. Это на 200 человек больше, чем в прошлом году. Для складирования снега подготовлено 4 площадки. Также готовы к работе 268 единиц уборочной и вспомогательной техники. 10 сентября состоялся ее осмотр. Было проверено наличие контрактов для ремонта, было проверено наличие техосмотров на текущий год, подключение к системе РГИЗ-ЛОНАСС и общее состояние техники и баз. Все проверено, все находится в неправильном состоянии. Также идет подготовка к зиме и дорожных служб. Протяженность дорог местного значения в округе – 627 километров. Для их содержания необходимо около 20 тысяч тонн противогололедных материалов. На сегодня заготовлено 30%. А на территории Звенигорода и Одинцова этой зимой планируется применять реагент. Кроме того, по сравнению с прошлым годом, за содержанием дорог будет следить на 20% больше рабочих. Закуплена и дополнительная техника. Как заверили коммунальщики, к зиме все службы готовы. Наталья Гончарова, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.